Всем доброго времени суток, я не зовут Авангард, мы играем в Билл Хоутер. Продолжаем точь-в-точь с того же места, где остановились в прошлый раз. Нам нужно найти информацию о жильце первой квартире Клауси Шиммери. Тем временем, выше новая директива, запрещено распевание песен на площади перед Министерством Порядка. Возможно, их им надоели дурные вокалисты, если там пели люди с такими же навыками, как я, то я бы тоже такой директивы выпустил. Доброго дня. А, кастрюля, кстати говоря, она же повар, значит, вполне возможно, что у неё есть и кастрюля. Хотел спросить про вашего соседа, Клауса Шиммера. Не беспокоит он вас? Это во всех отношениях достойный, гражданин. Помог мне достать бутылку замечательного Хереса. Он хорошо разбирается в вине, не то что мой дед. Кастрюли у вас нету? Уважаемая, не то ли у вас хотите и большие кастрюли? Жена своё стояла в старом доме, а дочь просит компот. Нет, милый, мы с дедом двоём уже столько лет, нам больше не нужно. Я давно всё в комиссионный магазин отнесла. Ах, это же старая мразь. Как у тебя может не быть кастрюли, когда она так нужна, а не уж элит? Так, ладно, не будем обижать женщин. Дед, вы дома? Проклятие. Хотя нам всё равно нужно с ним поговорить, так что теряем мы немного. Ого. Так, ну кастрюли-то у вас нету. Так что это не так важно. Какие новости в стране? Министерство распределения готовят план следующего года. Ходят слухи, что сокращают коды на лучшее образование. Самое популярное направление горное дело. А я говорил, сыну надо в шахты идти и пахать там, но нет. Я не хочу в шахты, папа. Шахты плохо. Шахты нехорошо. Шахты это я не люблю. Ваш сын тоже учится на горном деле? Да, было ещё распределение в училище горного дела, но мы достали ему направление в университет. Будет инженером. Вам повезло. Нет ли вас книг для Патрика? Где можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Ассоция библиотека, но там очередь. А чего мне библиотеки не нравятся? Там хорошо, тихо. Самое место для молодого парня. Делать вам нечего деньги тратить на книги. Спасибо за совет, но мой сыну он не понравится. Хотел спросить про Клала Сашимера. А почему вы интересуетесь? Я ничего не знаю, такого чего вы и сами не знаете. Вы уж посоле будете гнусный порог. У меня сослужились. Я счастлива ночи жили дела до справки. И что с ним стало? Посадили в тюрьму. Узнал больше, чем следовало. До свидания, молодой человек. Служба есть служба. Видите, как у вас покупал в магазине наборы для моделирования. Детей-то у них нет. Думал, в подарок берет. Я что-то побоюсь сейчас говорить, но с другой стороны. В принципе, чего мне скрывать? Я служу государству. Я честный гражданин. Мне скрывать абсолютно нечего. Так. Себя окупать. Спасибо, Марков. Мне очень помогли. Значит, он еще и моделями занимается. Очень интересно. Блин, мужик, у тебя нет желания свалить из дома? Незурадочная. Тут у него еще боцмана задание. У нас нечто вроде прачечное. Где же наша дочь? А, она спит. Мы не будем тревожить малышку. Лучше узнаем, что у боцмана. Поговорите с женой Клауса Шиммера. Дядь. А, вот она проснулась. Мужчина, можно побыстрее идти? Здравствуйте, здравствуйте. А чего-то вам от меня надо. Есть предложение. Времена нынче тяжелые. Все крутятся, как могут. У меня тут есть товары. Консервные. Фу, консервы рибные. Ты тут в округе всех знаешь. Найди, кому их продать. Я их хорошо заплачу. Что это за консервы? Хорошего качества? Или, как обычно, качества высшие? Товар заграничный. Оторваться руками на рынке. А, мне на рынок опасно. Мне бы по-тихому сбыть. На шорте консервы в трюме. Хвалились без дела. У нас на барше, как если не пробито, то ничего. Вот я и взял, сколько смог унести. Ну, ладно. Не будем отказывать. Нам, скорее всего, то, что-то с этого перепадет, а деньги лишними не бывают в такие тяжелые времена. Отлично. Вот ящик, 50 банок. Одна банка оптанетит по 60, а на рынке по 100. Значит, за ящик 3000. Продажка к нему за 3000 долларов. Я дашь мне деньги. Все, что сверху, твоя прибыль. Оценю мою щедрость. Хрень какая-то, если честно. Я так могу вообще ничего не выручить. Я так чувствую. Марта. Ты играешь со мной? Не сейчас, Марта. Папа, дела. Что случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Ее нигде-нигде нет. Кто такая, Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты поможешь ей найти? Ух, ты испугала меня, Марта. Где ты с ней играла? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найди ее, пожалуйста. У него бы ты, папа. Найра. Твой папа все может не идти. Все-все. Ну, наверное, где-то некудалеку, откроем, говоря. Нужно, кстати, нет ли торговца? Кровать. Может, шкафу. Так, я могу успеть с ней поговорить? Нет, у меня не до разговоров, пресса. У меня еще больше или больше суток, да, это задание. Так, Марта, пропусти папу к шкафу. К шкафу. Опа, торгов... Найра. Эта кукла играла жена, когда была маленькая. Теперь ее качает его наша дочь. Она называет куклу Найра, хотя это имя скорее подошло бы к кошке. Так. Быстренько доберет. Опачки, у нас, кажется, кто-то из квартиры вышел. Это наш шанс. Так. Что происходит? Давайте я на него смотреть. Господи, что происходит? Которая ничего лишнего я не продала. Я могу куку-куфор дочери продать за 100 долларов. Нужны импортные консервы. По сотне банок за 4 тысячи. И импортные, а что такие банки мяты? Ну тебе давай, такой товар всегда хорошее идет. Завтра приходи, будут тебе деньги. Отлично. С консервами вроде разобрались. Кстати, их можно долгнуть и жене и стариками. Так, это наш шанс хорошей разобраться. Что у них там творится. Лишние данные мне в характеристики не помешают. Как успею еще проверить шанс? Мари, зачем вы подметаете автобусную остановку? Почему она не хочет со мной говорить? Что за неуважение к управляющим? Нет ли у вас кастрюли? Я к вам с просьбой, не одолжите большую кастрюлю. Жена хочет сотрить компот, а наша потерялась при переезде. У меня есть подходящая кастрюля. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо, мы обязательно её вернём. В этом нет необходимости. Мы же ослужим вдвоём, так что нас стоит без дела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. Это очень мило, Мария. Спасибо огромное. Как дела у вашего мужа? Он выглядел расстроенным. Он и правда не может себя чувствовать, но ему пришла посылка с фотоплёнкой. Класс очень любит фотографировать. Это поднимет его настроение. Отлично. Так. Ага, это ещё не завтра. Так. Кстати, мне муж, боже учёный человек, хотел бы у него спросить. Ой, господи, у доктору что-то надо. Одиночество Лоизе. Вы хотели поговорить? Да, у меня есть просьба личного характера. Я бы даже сказал невероятно личного. Я внимательно слушаю Лоизе. Силу своего рода занятий. У меня совсем нет времени на устройство личной жизни. Спасаю людей круглые сутки, знаете ли. Исполняю свой долг перед обществом. Сложный человек в том, что... Я понимаю, что по мне сложно сказать, но... Я доктораюсь и застенчиво в общении с противоположным полом. Теряюсь, краснею и даже страшно сказать потею всем своим невероятно одарённым телом. И чем же я могу вам помочь? Доставил дезодорант? Вы явно разбираетесь в общении с женщинами. Я так одинок. Найдите мне женщину, Карл. Хорошую женщину, чтобы скрасить мои вечера и просто брать с рацион. Могу жену отдать. Всё равно от неё толку немного. Ладно, это была крупная шутка. Не говорите жене. Дорогой Клаус. Нет ли у вас... Байк с кастрюлей-то, понятно. Работаю в табачной лавке, кстати, он сказал. Раньше был экономистом. Клаус, вы образованный человек. Где можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Цент с библиотекой, но там очередь. О, ситуация с библиотекой мне хорошо известна. Там не только очередь. Ещё нужно понравиться библиотекарям. Иначе не выгонят из зала без объяснения причин. Ну, а я могу вам помочь. У меня есть книги, которые остались с прежних времён, когда я работал в Бюро подсчётов. Буду рад, если они помогут вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должны иметь все люди. Жаль, что мало кто придерживается этого мнения. Спасибо, Клаус. Их семья мне славно помогла. До свидания. Посмотрим, что там новое пришло по корреспонденции. Всё с консературой. Молодая и красивая девушка с активной горжанской позицией познакомится с состоятельным мужчиной для серьёзных отношений. Слоня не пожалеешь. Интересный вариант для Лоизи, надо это запомнить. Так, можешь, в принципе, написать характеристику. Надо бы отдать книги. Как там, шахты-то не захотелось ещё? Нет, всё. Так, ладно. Нашёл вот куку для Марты. Так не съём, Март, поскорее ребёнок мест найти себе не может. Так. Кастрюля. Карта, нашёл кастрюлю? Я уже всё приготовила для компота. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручила нас. Смотри, сахара не жалей для компота. В прошлый раз он был больше на воду похож. Был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. И не виновата в том, что не смог достать талон на сахар. Милая, не расстраивайся. Теперь-то у нас сахара достаточно. Блин, сын, у тебя припадок или что, блин? Может, у тебя задержки в развитии какие-то? Мы с матерью не знаем, блин, что с тобой не так? Так, вот тебе твои книги. Целая стопка. Ничего себе. Теперь уж я возьмусь за дело. В таком богатстве я и не мечтал. Можешь не ходить в крысятник. Кто из библиотеку? Ну, возьмётся он за дело. Смотри, кто приятель. Так, новая директива. Да-да-да-да. Взять охранительные странные деньги. Интересно. Так. Где моя дочь? Нужно писать характеристику на Шиммера на самом деле. Составить характеристику на гражданина Клауса Шиммера. Квартира первая, пол мужской. Проживает с Марией Шиммер. Профессион. Продавец табака. Информации о нём у нас не так уж и мало. Конечно, могло быть больше, мне так кажется. Но что есть, как говорится. С этим готовы. Так. На самом деле, давайте-ка я на его жену сразу отправим характеристику. Раз уж у нас есть время. Гражданка Мария Шиммер. Квартира первая, пол женский. Я не знаю, какая профессия. Логично, наверное, положить, что он научитель литературы. Наверное, написано, да? Телеположение. Проживает с классом Шиммера. Вот эти интересные факты все. Градуискан театр и пятка. Деньги лишними не бывает, как говорится. Так, нужно отдать куклу дочери. Но она спит. Давайте пока посмотрим, нет ли каких-нибудь интересных вещичек у нас в квартире. Зубная щетка. Думаю, значит, зубы шестить здесь никому не надо. Э, а то, слушай, классный графический стиль игры, кстати. По-моему, этого не отметил, но это... Класс. Необычно, точно. У меня кончилось мясо-инвентария. Нет. А, взять все. Так, ну, помимо того, что, кстати, можно было продать консервы, я уже говорил, что немного в игру играл. Помню, консервы я продавал. Кстати, кончилось это не слишком хорошо. Будет интересно узнать, как все кончится с торговцами. Так, одиночество шпаком. Нет ли вас на примете до сына и девушки для Лайзии шпака? Так у меня племянница, мы выданье. Умница, красавица, прямо как я в молодости. Правда, жить не в нашем городе. Но я могу отправить телеграмму, чтобы в гости наведалась. Пусть приходит, я его с ней познакомлю. Тоже, скорее всего, воспользуюсь этим вариантом, потому что я его не пробовал. Ну, скажу так, от той женщины Алоизию шпаку хорошо слишком-то не будет. Алоизий, вы дома? Алоизий, к сожалению, дома я вообще хотел. Попускать так слегка его квартиру. У вас есть какие-то предпочтения? С кем вас познакомить? С кем угодно. Я нашел вам подругу. Племянница Роза Ранник. Не терпится познакомиться. На скорое время должна приехать погасить к тете. Чудесно, голубчик. Камень упал с моего сердца. Мои одиночество скоро закончится. Похоже, не сомневался их сил, что сможет ее привлечь. Доченька, доченька, я нашел твою куклу. У него опыта, папа. Найра, я очень скучаю. Ты найдешь ее? Уже нашел. Вот твоя кукла. Спасибо, папочка. Я придумал отличную игру. Хочешь, расскажу? Найра будет шахтером, которого заваливал в шахте, а я спасателем. Ничего себе игра. Может, ты уж с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиков. Бедная девочка. У нас может постоянно тремя с ней поиграть. Такс. Да господи, вы вообще из домов выходите? Это была обматочка. Ало-Изи? Вы уезжаете. Он уже позвонит в министерство, понял. Ого, они уже, похоже, там сговариваются. Интересно. Так, пока Ало-Изи нету, у меня есть время узнать все о нем. Ало-Изи уехал, это очень хорошо. Вставлю на него характеристику. Здесь в этом добрюке докторе нету ничего плохого. Я ему даже готов поставить самую крутую камеру, настолько я его уважаю. Так. А, это племянница. Ну... Солидная женщина. Здравствуй, милок. Здравствуйте. Что вам нужно? Здравствуйте, я Сара-Ватерман, племянница ранников. Приехала ознакомиться с доктором. Сынцем не негде, поэтому буду жить тут. В какой квартире живет Ало-Изи? Я не могу пустить вас в Калаву-Изи просто так. Сейчас нужно поговорить с ним. Стойте тут. Так куда же я уйду? Некуда мне идти. Почему я взялась своей тетей? С дядей пожить. Что-то это слегка сомнительно. Что там с консервами, дорогой? Как и договариваться, что свои деньги. Четыре тысячи. Консерва твоя не ликвид. Я ли сбыл сам остался без прибыли. Под конвертом. Почти половина. Скажи спасибо, что я это отдаю. Обидно. Вообще, если жене отдать консервы, там такая тема, что... Она там кормит работников в шахте. И они всем нравятся этой фигни. Мне дело заводят. Так, надеюсь, там на Луизе приехал, потому что мне он нужен. Так, на горизонте все чисто. Ну и такими грязными вещами на самом деле занимаюсь. Разве это не отвратительно? Что поделаешь, служба? Ой, господи, как фейл года. Просто... Кара, поговорю с седями и в целом неприятные люди. Мне рассказали, что дома доходит мужчина в цилиндре. Так вот, у него можно купить некоторые вещи. Какие вещи? Старьевщик, что ли? Тебе вещей не хватает? Ты не дослушай сначала. Вещи даже послушать не можешь, что тебе говорят. Анна, не заводись. Я не хотел тебя обидеть. Умеешь ты испортить настроение. Да, мне кажется, что я живу с... Так, что там говорила торговца? Он говорит, что у него можно купить новые необходимые для хозяйства вещи. Бабка со второго этажа показывала душистое мыло. Купила у него в прошлом месяце. Сейчас таких нет, но есть другие полезные вещи. А чего он в цилиндре? Фокусник? Откуда я знаю, чего он в цилиндре? Прекрати мне перебивать, задавать дурацкие вопросы. Шатаешься по дому, ничего не делаешь. Я пол недавно помыла. Блин, меня я только что... Блин. Я там отношения с седями уже порчу, господи. Не знаю, меня это расстроило, конечно. Сходи и купи дочери конфет, в конце концов. Мартинер, давай, что случилось-то? Кар, Марта заболела на зомниках никаких лекарств. Ты бы мог найти аспирин для нашей девочки. Я отстоял очередь в аптеку, но оказавшим нужный рецепт. Конечно, и найду его. Что-то серьезное с Мартой? Да нет, только температура поднялась слегка, но мне не нравится, как она выглядит. Ай, господи, давайте позвоним в министерство, что я ничего не успеваю. А шарель, вершись ли в действии, товарищ Карл? Вам необходимо выселить из дома Клауса Шиммера. А его жена? Нас она не волнует. Если так, как считаете нужным. Так я могу выселить Шиммера. Может договориться, Шиммера, если он едет сам, нас это устроит. Вы тут же всего напишите на него рапорт в случае нарушения директив. Это ваша обязанность, товарищ Карл. Понятно. До свидания. Ай, семья Шиммера, такой хороший старик, помог нам, да и жена его тоже. Ай, неприятная ситуация. У вас есть аспирин? Не понимаю, чего они так любят эти пилюли. Можно отснять и лекарство? К сожалению, нет. Сердце разрывается отказывать он Карлу, но у меня нет права выписывать и получать лекарство. Берется сходить в поликлинику или выменять у тех, кому они больше не нужны. Какой-то вы странный доктор. Там у крыльца стоит женщина, приехала к вам, встречайте. Да вы что, это очень необычная ситуация, но пусть заходит. Ай, ни с чего не успеваю. Ну так, министерство меня очень много времени. Так, запретили газировку. Здорово. Блин, мне очень не видно, что я так испортил всё. С женой этого мужика, потому что... Потому что ещё намолкнется. Где мои деньги за консервы? Ты кинуть меня хочешь? Так я быстро с тебя всю дурь выбью. Да, вот конверт. Платила 1500 долларов, мы договаривались, что тебе двое больше. Ты чем слушал или читать не умеешь? Торгой с меня подставил. И что дальше? Я тебе ящик шестьянок, ты мне деньги. Я сейчас не найду способ, как тебе вернуть деньги. Тогда я вернусь и обсуди этот вопрос. Хорошо, и чем больше, тем лучше. Сейчас мне этот мужик не нравится, господи, поглядите. Очень раздражающий тип. Касса мистерства. Нужно его выселить. Мне 70 часов, чтобы разобраться с этим. Ещё мне нужен аспирин, ещё мне нужно купить конветы. Господи! За что мне эти муки? Эээ, ребят. Что у вас тут вечеринок? Ну, я за них счастлив, что тут скажешь. Задание. На самом деле, эта женщина выглядит не очень по-доброму. Какая-то помни. Так. Роза, не знаете, где можно купить аспирин? Ох, не знаю, мёвок. Мне вывезли в больнице. А у вас есть аспирин? Роза, вы не поделитесь со мной таблетками. Простите всё, что угодно. Дождь заболела. Что угодно. Но если такая ужасная погода, привезите мне кардиган. Есть мой муж, не пояс пилюли, пока ты ходишь. Блин, какая-то... Блин, что-то я потерял, ка не знаете. Так, уважение к этой женщине. У меня дочь болеет, а ей кардиганы нужны. Какие же все прагматичные. Здравствуй, Клаус. Что такое? Скажите мне прямо, Карл. Вам дали задание следить за мной. Ну, следуйте, будьте осторожнее, товарищ Клаус. Скажу прямо. Мне поставило распоряжение выселить вас из дома. Что? Они хотят выселить меня из моего дома? Немыслимо. Я бы давно уехал из этой чёртовой дыры, если бы мог. Ладно, мои проблемы вас не волнуют. Спасибо, что предупредили. Что вы намерены делать? Я хочу вам помочь. Почему вы не можете уехать из города? Это очень подозрительно, Карл. Какое вам до меня дело? Я спрашиваю, не из пустого любопытства. Я действительно хочу вам помочь. Вокруг меня одно травли. Трудно правильно поверить, что кому-то есть дело до моих проблем. Меня распределили в табачную лавку, в эту крошечную деревянную будку, в самом злачном месте у рыбного рынка. У меня забрали открепительный лист. Без него я как собака на цепи. Сами понимаете. Что за лист? Карл, шоу это должны знать про такие вещи. Это документ, без которого нельзя попасть на стратегически важные объекты и выехать из города. Для меня закрыты вокзалы, порты, дороги с бесконечными КПП. Почему вы не можете его забрать? Вы мне не поверите. Официальный ответ министерства и документы переданы в архив для обновления данных. Говорят, забирайте из архива. Я приходил в архив, но там говорят, что документов нет. Я неделю ждал очереди контролёру, чтобы подать заявление на розыск. Через два месяца пришёл ответ, что заявление написано не на том бланке, а нужные бланки закончились. Чертовщина. То есть документы потерялись в архиве? Да, документы точно в архиве. Говорят, это типичная схема для сведения посетителей с ума. Даже не знаю, шучу я или нет. Министерство распределения чистыми руками, а с архивом ничего не поделать. Посмотрим, что можно сделать с вашим открепительным листом. Хочу поговорить с этой женщиной для начала. Как вы думаете? Вообще, по идее, мне нужен тот... Не нужен Марк Ранник, он ведь работает в архиве. Здравствуй, милок. Похоже, нам особо нечего с ней обсуждать. Проклятый кардиган. Что за очность? Так, пока босс мы свалил, хочу нанести ему визит вежливости. Ходи. Никуда он пропал. Серьезно, он исчез? А, может, он не спустился. Да, точно. Делать бы тоже ему камеру воткнуть. Он, конечно, скоро уедет, но... Потом-то еще какие-то жрецы будут в этом доме. Что-то, мне кажется, боссмана можно элиминировать из дома. Блин. Мы могли бы его, в общем-то, арестовать, но... Что-то что. Где вообще? Так, я вижу Марка Ранника, мне нужно поговорить с ним. Ай, господи. Дед, ты в архиве работаешь? А твое какое дело? Без меня небось знаешь, что да. Помощь твоя нужна. Хорошему человеку из архива не дают бумажку одну. Это какому такому человеку? У хороших людей документы не забирают в архив. Ты мне лапшу-то не вешай на уши. А лишь про шумера из первой квартиры, он в опалу попал. Отобрали мне вот крепительный лист, а теперь он как на цепи. Да что-то он мне не нравится. Работает в лавке табачной, а я не раз с ним гостил меня табаком. Это он от страха так себя ведет, хамит всем. Помоги, дед, принеси вот крепительный лист. Без него им не жить, сам понимаешь. Ладно, все бутылки, без нее мне не дадут ходу конфискованным документам. Ну, слава Алоизию Шпаку, этого добра у меня есть. Вот бутылка, дед, только не буянь. Хороший выбор. Слышь за бумажкой, так и быть. Приходи позже. Мир не без добрых людей. Так, мне нужен проклятый торговец, а что-то он не торопится. Компирует нечего. Компирует нечего, хотя мне всегда есть что делать. 16 часов на марту, торговец не спешит приходить, потому что, скорее всего, кардиган волшебным образом не появится в столе моего дома. В моей квартире, точнее. Сын, где сынку-то? Сынка давно не видел. Соскучился по нему. Даже слегка. Он вообще живой еще? Ботсман, однако, похоже, уезжает куда-то. Вот и сын. Пока Ботсмана нет. Продолжим обыск. Создавать я его не буду, но если мы найдем какие-то, ну, тоже интересные вещи, то о них можно было бы написать. Можно уж интажировать, кстати. Правда, не знаю, дальше на это закончится. Экзартные игры. Ну, мне кажется, тут уже на целую статью наберется сейчас. Смотрим еще телевизор. Ну, тут есть что-то. Главное, торговца не упустить. Блинз, кстати, потом тоже вроде запрещает. А, я чувствую, что моя жадность до добра не доведет. Все, все, все. Ммм, господин старовщик, не уходите мне к вам дело. Так, конфеты шоколадные, во-первых. Вот и они. Так. Яблочки из этого. Кстати, да, эти яблоки можно подкидывать людям. 1050. Я забыл, мне нужен кардиган. Тут, кстати, процесс перед, но он такой дорогой на самом деле. Что уж проще обойтись кардиганом, господи, ой, ези, что такое? Почему пробовать что-то жрет человека? К счастью мне это не сделает, но... Блин, как бы он просто не свалил из квартиры от страха. Мы нарушили директиву 6044. Так. Блин, не уверен насчет своих действий крайне. Ой, господи, господи, окружили меня директиву. Мне нужно поскорее отдать этот проклятый кардиган. Мне уже 6 часов. Где его жена? Куда? А, вот она. Господи. Где? Иди сюда. Держи. Здорово. Какой приличный и теплый. Вот банка с таблетками. Отлично. Так, дальше. Где моя жена? Господи, что происходит? Нельзя носить джинсы. Господи, у него были джинсы. Я мог его похоронить просто. Так. Вот и бумажка. Её там потеряли, крыса эти архивные. Я нашёл. Так, спасибо. Пять же, верни без добрых людей. Где моя жена? Тут наш никуда не выходит. Или выходит. Стоять. Так. Как Марта? Карта, нашёл аспирин. Марте стало хуже. Да, возьми. Здесь с ним всего лишь простуда. Сейчас все болеют. Спасибо. Думаю, она за пару дней пройдёт себя. Хотелось бы в это верить. Дочку-то я люблю. Что-то я снова чем-то недоволен. Я всего лишь попросил тебя купить нашей малышке шоколадных конфет. Я даже не попросил для Силья кусочек ароматного телевичного мыла. Я купил конфет. А мыла твоего не было. О, Карта, купил конфет. Я за последний день не издёргалась. Как закрой глаза, вижу, как бывший управляющий выводит из дома эти бумаги. Буга... Бугаи... Бугаи... Господи. Сердце разрывается от мысли, что может быть на его месте. Ханна, гоняйте мысли прочь. Всё будет хорошо со мной. Я не такой дурак. Я буду хорошо делать свою работу. А вдруг прошу управляющий тоже так думал? Ладно, пора заняться делами. Да. Пора заняться делами. Нам пора закончить серию, потому что уже немало мы записываем. С вами был Авангард. Надеюсь, вам нравится. Опять же. И до новых встреч, друзья. До новых встреч.